Новости за неделю, но в столицах все сравнительно утихло, каких-то крупных акций протеста я не помню за эту неделю, поэтому Сибирью своей занимаюсь, где у меня больше, так сказать, контакта, круг общения и опыт жизни там. ТВ опять прославилась, значит, Никита Тележенко, журналист онлайн-издания Знак.ком, 1 марта написал скандальный репортаж о распад государства в российской столице убийств, можно почитать, еще не запретили. Знак.ком и там вот этот материал вызвало жуткий скандал, значит, критикует жизнь в ТВ, автор утверждает, что там высокая преступность, что там негативно относится к русским и какие-то конкретные факты описывает. Но, надо сказать, он расхожие представления о ТВ в Сибири и транслирует, и постоянно в Сибири так говорят, что там преступность, что там русских не любят. Под русскими в Сибири, как правило, просто славян имеют в виду, то есть входят украинцы, сибирские старожилы, ну и, собственно, русские, переехавшие сравнительно недавно, в прошлом веке. Руководство ТВ, естественно, возмутилось, то есть прямо на уровне главы региона. Он в своем инстаграме написал, многие мои знакомые из-за пределов республики возмущены публикацией, и в том числе губернатор Красноярского края. И писаками, безусловно, займутся юристы. Ну вот логика наших теперешних властей, то есть когда про них что-то критическое написали, нужно не порядок наводить и не меры принимать, а нужно заниматься писаками. К сожалению, у нас постоянно вот эту логику властей демонстрируют и простые какие-нибудь комментаторы. Я вот когда что-нибудь на своем канале критикую, а я много, естественно, критикую, как правило, люди не разбираются с критикой, как правило, они пытаются мной заняться. Это регулярно, то есть пытаются какие-то обвинения там сочинить и так далее, какие-нибудь абсурдные, то есть подавить просто. По другой причине, не по той причине, что их критикуют, хотя реальная причина именно в критике. Ну и в общем это то, что наши власти как нормальную реакцию на критику теперь навязывают, уже лет так 10. Если кто-то что-то там сказал, то нужно его посадить, а не разбираться с тем, что он сказал. Например, общая логика такова. Значит, пресс-секретарь главы региона этого Тувинского заявил, что это все разжигание межнациональной розни, то есть они пытаются подвести под то, что запрещено. А чтобы больше было причин подводить, они увеличивают размер запрещенного. Понятно, что я вот прочитал материал, я никакого там разжигания межнациональной розни не видел. Там именно критическая статья о реальных проблемах, в том числе и межнациональных. Разжигание какой-то розни в виде утверждений каких-то там, а не полноценности там или русских, или тувинцев там точно нет. Просто раз материал на национальную тему, то они говорят, что это разжигание. Если в материале есть свастики, хоть буддийские, хоть какие, они говорят, что это нацизм и так далее. Тут логика именно такова, что просто нужно подавить и найти предлог для этого. В инстаграме, естественно, пошли наезды на этого Никиту в самой грубой форме. Типа, не борзей Никита, типа, ты чё? И так далее, значит. Естественно, у нас тут на ютубе те вот стримщики, новостные каналы массовые, они, естественно, все это тоже перетирают. В общем, я рекомендую не читать перетерки, где все искажают с каких-то своих политических позиций почитать оригинальную статью Никита Тележенко. Я не знаю, то есть я в ТВ не жил, я просто могу сказать, что в Томске примерно такие же слухи о ТВ и в нулевые годы ходили. Там примерно вот такое представление они и создают. Отражает, в общем, такое расхожее мнение об этом регионе. Ну и по России что можно сказать? То, что в России не решены ни проблемы с преступностью, ни проблемы с национальными отношениями, это совершенно очевидно. И эта публикация просто лишний раз это показывает, независимо от того, какие там факты проверят, не проверят, что там с этим журналистом будет. То, что проблемы на этой почве в России есть и будут, и правительство с ним не справляется и не занимается этими делами, это вполне очевидно сплотило навеки Великая Русь. Хотя культуры разные, народы совсем разные. И кроме того, наследие царизма и сталинизма, как правило, оно связано с подавлением различных народов, с попытками их русификации, унификации в единого какого-нибудь там советского человека или там русского православного. Потому что империи, естественно, проще унифицировать. Что, естественно, вызывает плохое отношение со стороны тех народов, которые пытаются унифицировать. Не то, что плохое отношение, а плохую память об этом. То есть эти народы помнят, что их постоянно пытаются под какую-то общую гребенку подвести. То есть я тут тоже ничего не разжигаю, я просто реальную проблему описываю, которая существует, что веками государство пытается всех сделать одинаковыми. И многие этого не хотят. И от этого возникают всевозможные проблемы, в том числе связанные с насилием. С насилием как словесным, так и физическим. И все это говнище, оно никак властями не разрешается. И так вот и продолжает тащиться через века. Навольнят, которые пытались сделать лучше. И протестовали. Ну вот сейчас, в принципе, итоги подводят по поводу погрома всех этих протестов. Примерно только из-за постов в социальной сети Одноклассники 4 миллиона штрафа на всех, кто там призывал к протестам. Обычно, значит, они пытаются подвести под несовершеннолетних то, что несовершеннолетние могут читать эти призывы, следовательно, это призыв, адресованный несовершеннолетним. Всего на протестах 23 января задержали 4000 человек, 31 января более 5500. Ну, это значит, процентов так 10. То есть, примерно там 50 тысяч участвовало по стране акций, процентов 10, значит, они задерживают всех, они все-таки не могут. Они, насколько я по всяким видео увидел, они просто пытаются кого-то выхватить, кого могут, кто рядом там идет. 90 уголовных дел по этим акциям возбудили. Основные статьи. Применение насилия к силовикам. Ну, как мы все знаем, применение насилия к силовикам, это задеть рукой, там, или кинуть стаканчик. Причем эти силовики все там одеты во всякие космонавты, здоровые мужики, которых специально откормили, чтобы давить протесты. Они на этих уголовных делах рассказывают, как их там страшно побили, там, какие там страшные повреждения им, стаканчик или что-нибудь в этом духе. В общем, все обычно ржут над этим в социальных сетях, над этим применением насилия к силовикам. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил применяется сейчас к протестантам, то есть за то, что они собрались вместе во время эпидемии ковида. Ну, это, естественно, полная чушь, потому что во всех странах проходит протесты, несмотря на эпидемию. Они там в масках и так далее, другие меры принимают, так что это просто вот типичная попытка применить хоть какую-то статью, которую можно, лишь бы посадить. Вот это сейчас обычная логика наших властей, как я уже говорю. К сожалению, ее население тоже частично усваивает, и когда что-то не нравится человеку, он начинает сочинять много обвинений бредовых. Я постоянно это в социальных сетях наблюдаю, и чем дальше, тем больше. Это иррациональное поведение, но это люди копируют поведение теперешней власти. Дальше, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. Имеется в виду, что эти призывы читают несовершеннолетние, и также они призывают друг друга участвовать в акциях. Ну, несовершеннолетние до 18 лет, ребята со старшей школы, сколько я вот с ними контактировал и смотрел то, что они вот в социальных сетях и на ютубах выкладывают, но они явно уже сознательные граждане. Как молодежь, как молодые люди, они остро чувствуют несправедливость нашего общества, противоречие между теми идеалами, которые внушаются и действительностью. Поэтому они протестуют самостоятельно. Насколько я вот с молодежью контактировал, она часто еще более радикальна, чем взрослые, взрослые, потому что взрослые уже понимают, что эту страну вряд ли можно исправить, что там уже 40 лет в этом дурдоме живем, и непонятно, когда он закончится. А для несовершеннолетних это открытие. Поэтому вовлечение несовершеннолетних в то, что они читают какие-то политические призывы, но в школе их обучают каким-то официальным ценностям. В интернете они знакомятся с какими-то неофициальными ценностями. В чем тут вовлечение? Они знакомятся, они делают выбор. Если их не устраивает то, что в школе, то это ваше патриотическое воспитание виновата. Не можете нормально молодежи свои ценности объяснить, да и... Ценностями они не являются, и несовершеннолетние это хорошо понимают и сами протестуют. Так что нечего потом взрослых обвинять, что они знакомили несовершеннолетних со своими взглядами оппозиционными. И что в этом плохого? Вот власть поменяется опять. У нас обычно власть меняется и ругает предыдущие. Вот опять поменяется. И представления Навального будут официальными. Будут опять училки в школах говорить, что предыдущая власть была плохая, новая хорошая, как у нас уже много раз было. И что эти взгляды будут наоборот официальными. Сами по себе взгляды неприступны. В перекрытии дорог обвиняют и по другим статьям. Ну, это вот все по той же логике, лишь бы посадить. Тайга.Инфо. Оппозиционный ресурс сибирский интересный. Он, кстати, поддерживал нас на переписи сибирских регионалистов, автономистов. Сейчас вроде как их не сломали, судя по содержанию. Я таких вот в поддержку сибирского народа там призывов не вижу в Тайге, но в поддержку Навального и прочих всяких протестов я, конечно, вижу это все. И это хорошо. Ну, вот они сообщают, что в Иркутской области задержан, наконец, начальник оперативного отдела СИЗО и директор колонии номер 6 по делу о пытках заключенных. Это интересно, потому что у нас ходят постоянные слухи, что в колонию жутко пытают, и все об этом открыто говорят, но в то же время никого по этим делам не преследуют, а вот, наконец, начали. Значит, начальнику 6 колонии предъявлено обвинение по пункту В, части 3, статьи 286 УК РФ в превышении должностных полномочий. Он вину не признал. Причиной опять Тува. Значит, заключенный из Тувы Кижик Андар попал в больницу после пыток кипятильником, который взорвался в его прямой кишке. Там был бунт, его привели в изолятор. Также там расследуется дело о насильственных действиях сексуального характера, которые, как все говорят, распространены на зоне. Но это в отношении, значит, сотрудников расследуется. Также и другие тувинцы рассказывают о пытках, значит, в частности, тувинский мусульманин Тахиржон Бакиев рассказывает, что активисты, то есть вот те заключенные, которые сотрудничают с администрацией, его оскорбляли за то, что он Коран читал. Потом они ему порвали Коран. Он попросил помощи у работников колонии, то есть у сотрудников правоохранительных органов. Вместо того, чтобы ему помочь, так как его фактически преследовали за его религиозные убеждения, эти оперуполномоченные Ерохин и Медников связали его с Котчем, по его утверждениям, затащили в отряд, отдали его активистам, которые начали его избивать и пытать. Это все вот то, что рассказывает сам Бакиев и рассказывают его правозащитники. Вот после всех этих скандалов, после того, как эти все тувинцы рассказывали о пытках, реально был уволен начальник СИЗО один Игорь Макеев. В целом возбуждено 9 уголовных дел, ведется следствие, опрошено 1145 лиц. Ну и, в общем, это впервые, на самом деле, у нас власти публично признали масштабное насилие в исправительных учреждениях. Связано с Тувой. В принципе, вот и первая история бурная с Тувой связана, публикация журналиста. И вторая история именно по жалобам тувинцев, поэтому, возможно, все это вот, то, что впервые начали сажать именно ментов, именно те, кто в колониях пытает, а, возможно, это что-то вот тувинское, потому что жалуются тувинцы. Ну, в общем, посмотрим о развитии событий.